Что такое сетчатка глаза? То есть мы начали сетчатка глаза, отпечатки пальцев и уши. То есть уши у нас подвержены в первую очередь, а глаза у нас подвержены чаще всего тогда, когда мы выходим на уровень осознания. Чаще начинает все портиться сетчатка глаза, когда ребенок начинает читать, писать, там еще какие-то моменты. Это очень крайне редко, когда у совсем малышей плохое зрение, как правило, они уже с ним рождаются по генетической структуре. Портиться оно начинает уже в каком-то возрасте. Вот по генетической структуре, когда оно передалось плохим и когда оно приобретено плохое, любое зрение, ребят, запомните, любое зрение можно восстановить либо с одного ракурса, либо с другого ракурса. Это уже настолько проверено в моей практике, это настолько проверено людьми, которых я знаю, так сказать. И поэтому, если мы говорим о плохом зрении, его всегда можно восстановить, вот прямо всегда. Но это зависит от вас, конечно же. Я не могу вам восстановить зрение или там кому-то. Зрение, все, что связано с вами, можете переквалифицировать только вы. Можете подтянуть и убрать на другой уровень только вы. Так вот, сейчас, то есть по отпечаткам пальцев очень сложно что-то сделать с человеком. То есть это ему нужно либо определенные перчатки придумать, либо что-то еще. У нас придумали вот эти вот телефоны с отпечатками пальцев, с Face ID, там еще с чем-то. Вот. Я вам могу сказать однозначно, что если сетчатка глаза не просматривается, то никакой Face ID вам не откроет телефон. Если ты на определенном питании, то у тебя каждые две недели нужно менять отпечаток пальцев. Он постоянно слетает. Постоянно слетает. И могу сказать, вот, например, у меня есть на телефоне Face ID, да, он открывает не всегда. Он у меня не открывает в определенное, когда определенное положение планет, у меня хоть с какой стороны на него смотри, он у меня не откроет по Face ID. Только по цифровому коду, который я уже вручную веду. Только так. Это первый момент. И второй момент. Вот у меня есть... Вот сегодня мы ездили, к примеру, да, сегодня мы ездили в Адлер позаниматься. Мы там побегали, там еще что-то. И, естественно, как бы, когда для бега я... у меня есть беговые очки. Беговые очки, они, если вы знаете кто, они очень темные, они прям крайне темные. Беговые очки, горные очки, они крайне темные, потому что рассчитаны на то, в принципе, что человек не должен прям высматривать, что там есть, а он должен быть в определенном медитативном состоянии. То есть ему не нужно всматриваться во что-либо. Ему просто нужно, чтобы его глаза не резало солнце. И поэтому они очень темные, как правило, идут. И они позволяют тебе просто увидеть какие-то там, например, прибеги, какие-то большие камни, какие-то большие препятствия там такие, чтобы ты мог не подвернуть ногу. Точно так же, как при всем остальном спорте. И в таких очках, в любых темных очках вы можете спокойно открыть Face ID, кроме горных, спортивных очков, потому что они темные, и они не дают распределить, не дают просмотреть сетчатку глаза, потому что они, как правило, все идут с препятствующим ультрафиолетом, но не только с препятствующим, они, как правило, еще идут зеркальные. То есть они всегда отзеркаливают. И твое Face, с какой бы ты стороной ни смотрел, там, овал лица, то, что нам говорят, там, размер того, сего, пятого, десятого. Нет, всегда рассчитано только на сетчатку глаза. Если ты начнешь разблокировать телефон с закрытыми глазами, ты его тоже не разблокируешь.